Возвращаемся на Dota 2 Champions League У нас заключительная карта на сегодня Ух, и тут довольно мощная заруба Между ребяточками из команды Немига и это Назар Тим И у нас, видимо, на десерт Самое главное Самое вкусняшное Самое сочное, да Медуза против антимага Медуза, это антимаг вместе с Тиней Против Медузы ЦК Ты понимал, и оба этих героев под веспом Вот Жалко, жалко связать пикнуть двух веспов Каждому, да, по одному В общем, да, это будет реально жесткое противостояние Учитывая то, что мы видели на прошлой карте Да, и Давайте будем честны, откровенно говоря Ну просто непонятно, что происходило Какой-то квартак Если мягко выражаться Что будет на третьей, я вообще боюсь себе представить И Просто остается наслаждаться, наверное, крутой дотой Вот и все Да, посмотрим Ну, собственно, антимаг против дузы Вот много слышал раз Но, по-моему, так ни разу не видел, как он ее обыгрывает То же самое, могу сказать, ни разу не наблюдал А, как правило, антимаг Медуза расстреливает просто антимага и все Да И парочка саппортов Бэйн Худвинг Как-то так Я думаю, что Тинни может в теории пойти Мид сейчас у Немеги стоять Вполне себе Не ласпиком какого-нибудь уфлэнер могут Для Чозан Вана Главное не ошибиться здесь Сан Кинг был, конечно Они его забанили сами, так что все нормально Магнуса, да, под антимага можно было бы, кстати, забрать Точно Так, ну, пока что думаю, думаю, думаю Чтобы здесь забанить Тут уже Джакира так ЦК ЦК сложная, скорее всего Джакира, наверное, будет с ним стоять на линии Пак еще первым баном при том забанен Вот сейчас какого-то вот пака Чтобы антимага Короче, ловца антимага нужен Потому что антимага вообще никто не ловит Это проблема Есть некоторая проблема Да, контроля не хватает Яну, вот Райдера забанили Забанили Подожди, если они банят Марса То ЦК куда стоять Потому что медуза Мид вообще Ну, кстати, это возможно Медуза Мид Ну, суть это особо это не изменит Да, уфлайн Уфлайн можно забрать себе лаз с пиком Как раз таки Я там азартим прямо сейчас Вот что-то сложно Медузу поставить Мид Тогда более-менее До этого какая-то дичь, если честно По линиям Мы что-то плотно призадумались Немига Над последним своим баном Да-да Важный выбор Важно не запороть все Так сказать Даже так Интересное решение Так, ну что Типа хускар Хотя даже не знаю А куда здесь хускар-то уже Ну типа пфмит Ну вообще странно, да Супер странно Супер странная фигня То есть смотрю на это все Ну ладно После прошлой карты Я думаю нечему Доявляться Нужно просто расслабиться И получать удовольствие От веселой доты В первую очередь Все Расслаблен Готов Я вообще максимально расслаблен Так что нужно было просто Предвкушение, так сказать Так, это Все-таки ДК Какой-то ДК в сложную Либо в мид Либо саппорт Наверное Наверное ДК в мид ЦК висп сложная Медуза Джакера легкая Но честно сказать Выглядит максимально Несбалансированно Супер жадно Никто антимага не ловит Если здесь Вот как выглядит Во-первых Есть нормальные суппорты Тини в миде Который там Будет бегать Прыгать Что-то там Пока антимаг фармит Сейчас просто Хорошего героя А-ля вот Андерлорд Ну что Андерлорд Четыре силовика Точнее Три силовика И толстая дуза Андерлорд По всем фаерштормам Заливает там Стоит в принципе Нормально Такой И нежадный герой Да И Достаточно Хороший Ну или кто еще На третью позицию Тайтхантер какой-нибудь Как вариант Ну можно Тайтхантер Да В принципе Но Ну можно Да Можно Тайтхантера Кентавр Есть еще Кентавр Ну вот Кентавр мне уже Как-то не так нравится Знаешь вот чем Мне нравится Андерлорд То что он Такой больше Дистанционный Какой-то Боец Такой Полудистанционный Честно говоря Честно говоря О боже А тут А тут кстати Все почти К балансу пришло То есть На третьей карте 2 и 0 На Ето Назар Тим И на Немигу 172 Возрыв Не Такой Такой Большой Минимальный Кстати Не забывайте Кликать По баннеру Под нашей трансляцией От наших друзей Из Винлайн Переходите по нему И получайте Бонус 2000 рублей На свой Первый депозит Вперед 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 Как от Джокира Вот летит Куда там Кстати забыл Админ опять забыл Счет поставить Да Я уже прощаю Ему все Он сидит Не знаю Если он хостил Все сегодняшние лобби То у него же там Шарики за ролики Наверное заезжают Потому что Четыре игры Сегодня И это четвертое И она так Такая Она такая Классная Еще до начала Еще до начала Да Упала дота Но Потом упала Логика В этой игре О Это Тот самый знаменитый Антимаг С разными мечами Да Не золотой башер И Не золотой Что-то еще Да Можно золотой башер Подарить Возможно Он специально Поменял Потому что По цветовой гамме Больше подходит Вот этот Не золотой Ну да Золотой башер Вроде Супер Не супер Редкий Скажем так Ну слушай Когда они только По визе были Очень редкие У меня манта Больше нравилась Равно на антимаге Манта Да Ну просто У этого меняет Его чисто Носит Чтобы менялась Анимация Ульта Вот именно Левый Да Так Сбили Вражеский вар Теперь будут Сбивать Сбивать свой Чтобы не дать Эксп Белочка Постреливает Так Ну Посмотрим Как по линиям Все сложится В мид идет Драгонайт В итоге У ета Назарти Вот так В легкой Будет стоять Медуза Снизу У нас будет ЦК Опять же Саппорт ЦК Вместе с Тройкой Висп Ну да Ну либо Они там Как-то Сейчас ходят По закупам Ну по закупу Я бы не сказал Что они что-то Там собираются Свапаться Потому что тут уже В центре варды В наличии ЦК я вижу Какая четверка ЦК Какой Ну вот Четверка ЦК Тройка Висп Не ну слушай Какое-то время Я помню Ну не знаю Может быть год полтора Может быть даже два назад Был Какой-то Бум Когда ЦК На четверку брали И прям там Все плотно на нем Играли на четырех позиций Забыли Еще быстро Поменяли ему что-то И все И перестали убрать Но в целом Смотрелся неплохо Выступал Как такой-то Не сказать Что прям Жесткий саппорт Но как-то И саппорт И дд Немножко И такое вот Что-то Вдд Хаста Эркан Ружен Иллюзия Ну что-то Да В общем Давайте смотреть Пятерка В итоге У нас здесь Не пятерка Они просто Свапнули с линиями Скорее всего Отправили худлинг Низ просто стоять Да Судя по всему Я про не мигу А Бэйна Отправили наверх Да Бэйн будет сверху Помогать А не линии Поменяли Точно А у них Кэри против Кэри Антимаг против Медуза На линии Решили поставить Просто вижу тени Думаю Блин Ну вроде нормально Тени в легкой Стоит фармить Тени тут У нас тройка Ну да Ну как бы Тройка в легкой Нормас Ну как бы да Видимо Решили что Антимаг лучше Стоит против Вот этой вот пары Против Медузы То есть ну да Он может набегать По крайней мере За счет того что То есть монобрейк Просто набегаешь На маны лишаешь Вот мы видим Что фласочка Уже была потрачена Медузой Как минимум На себя Или саппорт Накинул наверное Скорее всего Такие конечно игры Вот они всегда Интересные Жалко что таких игр Сейчас ну Как то вот Раньше смотришь На турниры Особенно международные Турниры И видишь вот Постоянно Такие какие то темы И зачастую Они работают И патчи выходили часто И каждый раз Какую то имбу Кто то находил Сейчас вот Подобных Раздрафтов Очень мало То есть всем Нас всех приучивают Появляется какой то Скаймак Мы такие О новая Скаймак И через 3 дня Мы такие О скаймак Ну как же он запарил И очень мало Вариативности Очень мало Как то друг друга Передумывают Даже вот если на Европу Посмотреть Там в разы Больше всяких Каких то Придумок появляется Вот особенно В первом дивизионе Вот Китай Супер какой то Такой дефолтный В основном Да я посмотрел По статистике Китай особо Ничем сейчас не отличается От других регионов Это правда Вот Ну вот Эта игра Прям станет Для нас Каким то исключением Антимаг Отдушенный Небольшой Я бы сказал Да Но ванскор Тут пока впитывает И возможно Ванскор Сейчас на фб уедет Наверное У него есть там Слип Антимаг Прыгает вперед Джакира Сейчас ванскор Может добить Нужно еще Одну Такую червеньку Закинуть Проходит Из-за того что Мана у Джакира Кончается Новая механика Замедла Винскурьер В итоге В итоге Выживает Ванскор Неплохо Снизу тоже Достаточно Контактная Линия Но цк Здесь Виспу Здесь попроще Стоит ЦК Впитывает Урон Висп Отхиливает А сам Висп Все это Дело Фарм Здесь На линии Нормально Ну да Реально Получается Что Висп Фармит Висп Как будто Выгуливает ЦК Здесь На тизере Своим И травим Натравливает На врагов Фас Взять Примерно Ну а в миде В миде Что Здесь ОД Который Себе Двано Лики Сейчас Соберет Против ДК Который Там В двоечку Возьмет Себе Пассивку И вообще Его не пробить Никак Ну то есть Интереснейшее Противостояние Безусловно Но я думаю Что и тот И другой Фармит Жестко Сложно Будет Убить Соло Другой Зайск Нужно Чтобы Кто-то Перетягивался Ну Антимаг Против Медуза Тоже Пока Неплохо Стоит У него Скоро Колечко Уже Появится Реген Дополнительный Белка Фэрифэр Стики Живет Ой Как И виспу Очень больно И висп Еле живо Отсюда Уходит ЦК ЦК Тоже Впитал Очень Жестко Регена Очень Много Конечно Но Подходить Сейчас страшновато Должно Быть Правда Белка Вообще Осталась Безрез Ей бы Слиться Куда-то На крипах Сходить И вернуться С полным ХП Так На миде ДК 22 ОД Нормально То есть ОД здесь Не так сильно Напрягает Интересно Кстати Посмотреть На то Как сейчас Играется ОД Я просто Думаю Что они В равной Степени Будут Фармить Что Драгон Найш Что Дэ Здесь Знаешь Если бы Он его Через Астрал Как-то Прятал Видимо Это Механика В прошлом Очень Мало ХП Осталось Доминика Смотрю Снизу Ему Конечно Что-то Летит В курьере Я надеюсь Что Это Реген Какой Прочее Но Это Рейндроп И О Регене Пока Речь Не идет Своими силами Так скажем Регенится Пассивным Регеном Принес себе Хедреску И вот Сейчас Реген Пойдет Какой-то Странный Странный Все равно Пока Не улавливаю Я планы На игру Вот С этим Виспом Такое ощущение Что Висп хочет Нереально Раскачаться И бафать Медузу Там Что у него Даже за Таланты Атака Вместе С целью Тиза Может быть За этого Они взяли То есть Он сейчас Нафармит Каких-то Слотов И Медуза Нафармит Каких-то Слотов Они покатятся И будут Бить всех Возможно Типа Вот это Единственная Логика Которую Я вижу То есть Реально Так На Тине Напали Нормально Цука Тут Разминает Хоть Хоть Он и Суппорт Ой Ой Что он Видел Ой Зачувствован Зачувствован Ван Что-то Соблудился Ты видел Он как-то Побежал Супер Странно Ох 1-0 1-0 В пользу Единозер Слушай Ну реально Если Висп Форманет Нормально Там Каких-то Сатаник Форманет И будет Бить с Медузой Он же Вообще Будет Неубиваемый Да и Она Тоже То есть Он Хилится Сатаника И отхиливает Ее И как С этим Вообще Бороться Непонятно И он Бьет Всех Кого Бьет Она Это Жестко Так Ну тут Пошел Роуминг Так Ооо Ну В миде Вообще Могли бы Сейчас Поймать Конечно Если Он не Отошел Назад За елочку Причем Так Ощущенешься Осознанно Как-то Напугали Ну да Могли бы Подождать На самом деле Он по идее Шел вперед Уже ДК Прятать Как бы Могли бы На этом Моменте Подловить Как вариант Ну В целом Их задача Насколько Я понял Просто Спушить Тавер Ну Катапульта Стоит Да Почему бы Не Роуминг Попался А вот И попался Еще Один Стан Нужен И Урона Хватит Ле Должно Хотя Ферик Живет Нет Не Хватает Урона Ну Вышка Упала Действительно Еще Белку Поймали И Непонятно У них Рассинхрон В итоге В таргетах Кого первому Убивают Непонятно Он погиб Сверху А там Антимаг Душит Мановойда Нет Мановойда Нет Он просто Душит Просто Душит Да Но урона Мало Будет Нет Хватит Хватает Урона Хватает Блин Вот Медуза Ой Просто Вот Ой Медуза Вместо Того Чтобы Выключить Щит И Антимаг Просто Изжигал Ману Наносил Урон Она Включила Щит Так Чтобы Он Ей Еще Больше Короче Говоря Медуза Мне кажется Сделала Неправильную Вещь Но Но Самое Главное Что Антимаг Здесь Уже Спушил Вышку И Два Кила Только Что Забрал Потому что Перед Ванскором Ну да Перед смертью Ванскора Пока мы Смотрели На Мид Там Антимаг Убил В голове Потому что Должно Быть Наоборот Так Умирает Джакира Сверх Антимаг Солирует Антимаг Реально Будет Супер Жесткий Судя По всему Ну Потому что Просто Снизу Драка Кстати Нападает На Тинни Тинни Вообще Мог бы Развернуться Мне кажется Там Одной Тычки Буквально Хватило Белка Набегала Непонятно Почему До конца Назад Пошел Чузен Ван Он Реально Мог развернуться Дать Еще Одну Тычку И Сейчас ЦК Умер Но Тут Немножко Вис Байтирует Смотри У него Стики Еще Были Ну Они Решили Блин Я реально Ждал До последнего Думаю Что Сейчас Произойдет Они Не могли Так В тупую Налуху Побежать А просто Умереть Но Они Могли Нельзя Как Говорится Найс Байт Ой Ну Слушай Я рад Что Я Оказался Здесь С тобой Сегодня Вот Уже Скоро 12 Часов Ночи Как Быть Но Это Весело Смотреть Страны По крайней Мере Не Скучно Ладно Антимаг Действительно Очень Большое Будет Здесь У нее Там Уже Потихонечку Фармится Бф Тапочками С наличии Персик Себе Купил И Поехали Дальше Потом Градим Нарба Интересно Что Будет Потом Собирать Сейчас Опять После Последних Изменений Теперь Стакается Дефуза Стакаются Дефуза Вместе С Монобрайком Отшел Это Жгание Мана Супер Вот Этот Мегабилд Мечтам Многих В разные Годы Время Центр Поставил Джакира Могут Поймать Джакира Здесь Джакира Нашли По-моему Джакира В таверну Час Отправится Джакира Погибает Но Сюда Приходит ЦК Белка Что Это Было Она Летела Анимация Типа Таунт Она Летит Как Белка Летя Ага Типа Как Белка Летела И Прилетела Ну Да Ладно Антимаг Там Уже В наглую Фармят Вражеские Леса Где Медуза В это Время Находится Медуза Вот В Меде Наглую Фармить Свои Леса Ну Как Она Фармит Пока Фармам Это Сложно Назвать 3600 Нетворса Против 5к Уже И тут Ван Скорую Находит Жестко Улетает Так А там Висп Шестой Сейчас Будет Но До 25 Это Не Дотянет Наверное Ну За Виспом Конечно Тут Отдельный Надзор Нужен Потому Что Троечка Висп Это Конечно Интересно Возможно Возможно Доминик За Две Карты Просто Устал Играть На Героях На Которых Нужно Попадать Способностями И прочим Дайте Мне Что То Что Просто Нажал Мувс Да Я Не Смогу Этим Промазать Никак Напали Насказать Время Растерзали Его Ой Висп Ошибся Возможно Это Не Видели Не Видели Видит Видит Не Видит 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 Что Зан Спалил Что Зан Уже Взял Как Жестко Нормально Раиндроп Спас Опять же Стики Плюс Мека Очень много Отхилок Меку Не перебить Ну Блин Еще Плюс Один Герой На самом Деле И Перебили Было Опасно Ну Д Фармит Мидас Антимаг Фармит Бф Причем Антимаг У Драгон Найта Тоже Мидас Нормально Лейт Выходим Потихонечку Уверенно Хорош Вот Это Знаешь Угадай Вообще Не догадаешься Что это Патч 7.31б По Вот Этой ДК С Мидас Антимаг ДК Просканили ДК Знают Где он Фармит Сейчас Могут Найти Вижен Поставили ДК Уходит Мид Ему Могут Спину Выйти В это Время ЦК Погибает Снизу Учередной Раз ЦК Уже Просто Запарил Курьер Забирает ЦК Уже Просто Слушай А вот Как они дальше будут играть Потому что ЦК Он Все будет Бесполезнее И бесполезнее Как он вообще Этот Саппорт ЦК Что он делать Будет Устану Может дать Не так уж Он бесполезен Ну Там И не такой уж Маленький Радиус Точнее Не такой уж Большой Радиус Короче говоря Мне кажется Что этот ЦК В итоге Будет Чуть ли не Главной Проблемой То есть Вот Они взяли ЦК Висп Но Лучше бы Они взяли Висп 3 И какой-нибудь Суппорт Нормальный Так Осталось Антимагу Второй БФ Хочет А все у него Да Летит уже Похоже Видимо Да Самое время Не ну Рано Рано 13 Даже До 13 Минут ПТ Орбо Веном Стик БФ Это Очень хорошие Там драка ЦК Пошел вперед Нападает Здесь Драгонайт Поймали Иванскоро Фул контроль Просто его продержали Красиво Пятерка Ванскор Конечно в шоке От такого внимания Все станы Впитал в себя Но в принципе Это нормально Антимаг да С БФ Видит Джакира На линии Считаю Он обязан Напасть Нет Он не будет Прыгать просто Считаю Он обязан Но он ждет Крипов На самом деле Даже там Второй БФ Да не Я думаю Что это он Просто Знаешь Как там Бываешь Поставил Потом еще раз Поставил Конечно Сейчас Крозийный Арбагрежный Стик А вот потом Наверное Манта Все таки Все таки Манта Поинтереснее Ну что ж 85 Счет Тем временем У нас Коэффициантики Немножко Изменились От наших Друзей Из Винлайн 2,7 На Ета На Азертим 1,4 Команда Немига Ну что Продолжаем Наблюдать За увлекательной Доты Снизу У нас Фармит Доминик Доминик Уже Что Ничего не появилось Хулилокит Себе дофармливают Вот и все На треугольнике Там фармит О, он прыгнул Он прыгнул На Джеки Роса Прыгнул? О, он Виспа Надо убить Не, не убили Все Питал ЦК Питал ЦК Загородил Виспа Своим телом Жен Ван Пытается убежать Но ноль урона Просто С одной стороны Ноль урона Учитывая Что у Виспа Мека И с другой Сторон Ноль урона Комбинация Неплохая Была Согласись Хорошего Не будь Это Висп Мека Они бы Реально Развалили Блин Там что-то Такое Было Помнишь Антимаг Когда Сульта Убивал Он что-то Типа Отправлял Увеличивал Кулдаун Самой большой Способности Ой, я не помню Там сверху Поймали Джокира Второй раз Сюда пришел Монскор Просто с ультимейтом Легко Забрали Антимаг Прям на Супер Мега Фрифарме 5-0-0 5-0-0 Просто Все забрал И вот они Диффуза Собственная Монта Стайл Главное Не отъехать Ну вот Прямо Сейчас он рискует Успеет ли Ох Как же хорошо Здесь антимаг сыграл Ну это Киридыч Ну тут на самом деле Вот антимаг Если раньше Ему нужно было успеть Вот эту анимацию Закастовывать Дузу убили Как это вообще Вышло Вот так вот В миде Тинни ворвался С блинка С прокаста Да Тинни так-то тоже не слабо Если что Если так посмотреть О чем и речь Что ЦК с Виспома Не размотать не могли Из-за меки Из-за того Что урон расплетился А вот этих двух Он скоро нападает сверху Он скоро опять отыгрывает На все сто процентов Как бы это странно Не звучало Несмотря на то Что он погибает Он впитывает урон Правда вот Киридыч Надо бежать отсюда Урон все-таки Тут тоже прилично ДК в форме Антимаг не настолько Пока сильный Просто чтобы Он так играется Играется Так а Александр Что у нас там С ковчиками 3,6 От наших друзей Из Винлайн И 1,25 На Немигу То есть Коэффициенты крепчают В пользу команды Немига По понятным причинам То есть И вот видно Что растут вверх Также не забывайте Кликать Кстати по баннеру Под наши трансляции И получать Бонусы В виде Куплей Нападает На эти мага Сверху Прямо пытаются Нападение А не хотел ДК подождать Тиммейтов И там не знаю Послушал Тай спас 3 секунду Блинг И пакет Вы наберете Ребят Всего хорошего Еще не стану Могу Секундует Ну да Да Смогли В итоге Но далековато Шли за это ЦК могут наказать Там Тиньич Обрывается Рассказ неплохой Но опять же Все это дело Отхиливают Висп Глаз пошел А Тиньи Продолжает Свою погоню Сейчас Немига Пытаются Подцепить Драгонайта Спрятали В астрал КП очень мало Засыпка На Тиньи Ну 2 2 2 1 Размен Это еще не все Джакир Еще заберет Да Ну в общем 3 за антимага 3 полкил Для Одэ Но Могу сказать Что на самом деле Достаточно много Дали за антимага Да Мы видим Что даже Несмотря на то Что это 3 в 1 Размен Все равно По золоту В принципе Это не так Больно Как могло бы быть И к тому же Самое приятное Что медуза качалась И она типа К антимагу Приблизилась Я строго Убежден Что Ну как бы Медуза Все равно Его переедет Если Супер много Слотов будет Да Выжигает он знатно Но Мы видим Что антимаг Все таки Не самый прочный И тут есть Чем его ловить Там рошан Тем временем Падает В пользу Команды Немига Вообще Не догадывается Об этом Сейчас Где-то Назертим Ну не так Рошана Забрали И Немига Идут в атаку Сами Слышу Ультимаг Где-то ЦК Ну он такой Он такой Байт На иллюзию Сейчас будет Оп Спалили Вардец Все Минус вард Ну а тимаг Пока сверху С яшей Спокойно Подпушевать Линию Будет Мат Оставил Собирать Себе Дифуза Скади Ну собственно Все что только Захочет Смотри Момент Момент Опасный Белочку Миди Белочку Стерли Ну это Белочка Это смуг был Поэтому Это фигня Все Главное Что Будды Здесь не Стерли Они сейчас Пушить Пойдут Против Аегиса Прям Да Прям Против Аегиса Против Сплетуши Антимага Наверное Или Все таки Нет Или Все таки Они Не пойдут И Вернутся Пока Выглядит Так Как будто Они Время Просто Тратят Вот и Все Ну благо Медуза Фармит Ну да Это плюс Да Антимаг Скади Супер Супер Много Замедла Замедление С диффузала Потом Выжигается Моментально Вся Мана Замедление С мана Брейка По герою Без маны Потом Замедление С скади Еще Добавится Короче Герои Просто Не будут От него Уходить Даже Башар Не Нужно Будет Так Тинья Вместе Со своей Командой Идут В атаку Нет Пока Что Сабельки Но Хотят Реализовать Смог Прям Сейчас Скор Тоже Неподалеку Есть Финскрип Можно Кого-то Подловить Но Посмотреть Что происходит На миникарте Все Охраняют Фарм Медуза Просто Со всех сторон Смотри Стоит Джакира Один охраняет Другой Сыка Стреть Просто С трех Подход Джакира Очень весело Судя по всему Просто Оборона Медуза Медуза Фармит Все нормально Ну да Так и есть И Висп Который Попытается Видимо Все таки Дофармить 25 И с Медузой Играть Очень Интересно Будет Посмотреть За этим Делом Пока Еще Рановато Хотят Дожить Но Висп Пока что Вообще На тройку Не смахивать Если честно Просто Посмотрите На этого Виспа Который 5800 А там Тинни уже 7500 Имеет Ну да Но он Какой-то Такой Типа Знаешь Он Вначале Что-то Пофармил Как Этот Тренд Которого Ставили На первую Позицию Чтобы Он Нафармил Фаст Аганим И Потом Типа Отходит От фарма И отдает Фарм Кэрри А кэрри Там Вначале Где-то Помогает Ему И Просто Потому Что Дальше Тренд Саганим Способен Вообще Там Супер Жестко Задушить Был Раньше Ну да Ну да Ладно Успокоилась Немножко Игра Понимая Прекрасно Етан Азартим Что Не Драться Не Хотят Пока Есть Оппонент Аегис С другой Стороны Непонятно Куда Ити Неми Потому Что Мы Видим Как По Прежнему Три героя Охраняют Медуза Которая Фармит Свой Треугольник Вот Сейчас Могут Ван Скоро Натя Дана Ван Скоро Нападают Ван Скоро Уже Не Привыкать Ему Не Впервые Все Нормально 0048 Поехали Белочка Сверху Покажется Сплит Пуш Треугольничек Также Подфармливая Здесь Дэ У И Дэ Скоро Появится Пик Антимага Там Монто Стайл Появился Полноценный Он Пока Что Игнорирует Покупку Диффузов По Дефолтной Сборке Собирается Сразу Через Скаль Планирует По крайней Мере Так Как там Дела Уйти Не Уйти Не Пока Что Сабелька Блинг Даггер Будет Дальше Собирать Себе Сильвер И Блокинг Бар В принципе Это Все Что Ему Нужно В Ну То Есть Здесь Все Ясно Цвет Кладывай Вышка Т2 Т2 Лужки Сейчас Упадет До Пульта Довольно Быстро Ну И Пока Смотрится Так Что Гораздо Больше Ну То Есть Просто Коэффициент Полезных Действий От Команды Немеги Он Гораздо Выше Чем Команды Едан Азертим Они Просто Бегают Что Как Стоят Просто Стоят На Месть Вот Сейчас Вот Например АФК ЦК Стоит Ничего Не Делает Висп Стоит Ничего Не Делает По Преимуществу Бегают Бегают Туда Сюда Что Там Охраняют Медузу Сейчас Нужна Знаешь Такая Вот Крепкая Заливка От Немеги За Которую Все Абсолютно Отыграют Едан Азертим Едан Азертим И Все Начнется Заново А там Уже Просто В таком случае Они реально Получат Какие-то Шансы Дожить До этого Двадцать пятого Виспа Просто Висп Заливать Ман Заливать ХП И еще И бить Вместе С Дузой Жестко Дуза Проседает Будет Очень Большой Мем Если В какой-то Момент Антимаг Просто Нажмет Ульту В Медузу И Убьет Всех Ну Так Вполне Вероятно Тут Пока Что Просто Идет К того Что Антимаг Убьет Всех Даже Там Без Ультимейта Потому что У него 15 тысяч А У Медузы 11 И как-то Она вообще Ну вот она бабочку Делает В принципе Неплохой выбор Здесь ЦК Вообще Непонятный Висп Тоже ДК Зато Более Менее Понятный ДК Тоже Себе Неплохо Так Нафармил У него Блокинг Бар У него Шард У него Блинк И Он продолжает Расти По Неплохо То есть Он Наравне С Медузой Даже Обгоняет Ее Еще И Кираз Будет Следующим Артефакт Пока Не падают Вышки В принципе Для Ето Назар Тим Ничего Не Кончено Здесь Антимаг Просто Вырывается Вперед Опять За счет Своей Мобильности За счет Отличного Старта На Линии И Его Слажновато Пока Догнать Разрыв Растет Посмотреть Да Медуза Как и осталось Там До 13 Тысяч А Тимаг Уже 16 Почти Практически Готово Так Ну да Ладно Бабочка Есть Монт Оставил Есть Что будет Дальше В урон Судя по всему Собирается Медуза Выходить Кристаллис Я думаю Это Сильвер Скорее Вот Доедал Сейчас Вообще Не покупают Сильвер Тем более Здесь Есть Что По Отключать Вот Но Может Это Будет Кристаллис И Потом Какой Нибудь Там Ну Я На самом Деле Этой Медузе Задумался Над Сатаником И Скади Скади Сатаник Во все Времена Особенно Если Кристаллис Уже Есть Монт Скор Это нормально Ну это нормально А как бы Что если На карте Ничего не Происходит Никто Не хочет На тебе Вперед Ты На Саппортике Идешь И как Ну Впитываешь Урон Так Сказать Там В это Время Улетать Хотя Там Татри Стоит И Вряд Лик Потревожит Снизу Можно Перетянуться По Драка Тени Занимают Тоже Позицию ДК БКБ Прожал Тени Готов Врываться В Медузу Выкинуть Ее Антимаг Здесь Медуза Оставится Безмана И До Свидания Вот Собственно Медуза Смешно Ну легко Достаточно И Вис Что-то Не Спас Да Как-то Да И ЦК Не подсейвил И Вис Сейчас Умрет Вернулся И Умер Там Иллюзия Антимага Короче Да Как-то Они вообще Сильно Отставали Все Сейчас Их просто Антимаг Порежет Вот Он Собственно Убил Двух героев Там Иллюзиями Помог убить Третьего И Сейчас Просто Пойдет Сломает Потому что Ситуация Когда Антимаг Сильнее Тебя В драке Это Уже Все Это Финиш Это Невозможно Выиграть Эту Игру Потому что Он Сильнее Тебя В драке А во всех Остальных Аспектах Но он Был Сильнее И так Изначально Он Сильнее Везде И у него Сейчас Еще Будут Появляться Слоты Новые 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 Да И Выш Падать Начиная Скоро Как бы Ходить Некуда Особо Будет Ета Нас Дарти Фармить Единственное Что Единственное Фарм Будет Это Крип Которого Сли Не Дотекать И Полностью Согласен С тем Что Он Не Купил Диффуза Потому что Как Показала Практика Ему И Без Диффузов Да Хватает Более Чем Времени Чтобы Выжечь Ей Всю Ману Вообще Там Тоже Будет Бабочку Антимага То есть Понимаешь Что Там Достаточно Контактные Герои Магии Не Ладно Магии Хватает Но По сути Основной Урона Тычки С руки Для Антимага Это Магия Это Спасивка Его Вообще Пофиг Поэтому Бабочка Отличный Вряд Скорость Атаки Плюс Армор Поехали Положен И Ждем Появления Так-то и много Ну Огромное Преимущество Я бы сказал Уже Для такой Минуты Для Немиги Здесь Один Ск Она Продолжает Неуклонно Расти Мы Видим Как Опять На базе Стоят У нас Ребята Из Агета Назар Тим Ничего Не делают Я Серьезно Я Не то Чтобы Хейтер Я Себя Порой Знаешь Отдергиваю Во время Комментирования Каких Либо Матчей Ну Чтобы Концентрировать Какое-то Внимание На Плохих Действиях Игроков Но Серьезно Я Смотрю За Этим Виспом Тройкой Я Смотрю За Этим ЦК Четверкой Джакира Саппортом Они Стоят Все Они Всю Игру Стоят Охраняют Медузу И Ничего Не делают По-прежнему Они На базе Стоят Да И Медуза Стоять Вместе С И Медуза Вместе С ними Только В этот Раз Он Не Может Уже Бить Крипов Снизу Тоже Два Героя Стоят Страшно А в Это Время Оппонент Фармит 12000 В итоге Перевес Ну Да Тут Понятно Что Что-то Вообще Потерялись Поплыло Поплыло Поплыли Мы Мне кажется Здесь Потихоньку От Такого Ладно Ждем Рошана Нужно Подраться За Рошана И Там Уже Все Знаешь Когда Вот Играешь В какую-то Игру Долго И ты Начинаешь Такой Там Что-то Делаешь Делаешь И в Какой-то Момент Ты уже Понимаешь Что у тебя Мозг Просто Ну Вот Не Способен Что-то Делать Кликать Ты просто Типа Полу АфК Такой Садишься И В каких-то Сингл Играх Это Или Тем более В пошаговых Там Каких-нибудь Это Стадия Не Такие Чё-то Типа Даже Посмотри Вот ЦК Вышел Он Периодически Просто Встает И стоит Там Рядом С Крепами Ему Реально Тяжело Медуза Выходит Дает Две тычки Змейку Отправляет Иллюзию Уходит Вообще Куда-то Под Бараки Уже Хотя Даже И близко Нет Никого Но Я Понимаю Что Нет Вижна Понимаю Что Страшно Но Берешь Саппортика Какого-то Джакира Заряжаешь Вардами Отправляешь Ставить Как Ваня Делает Он Не Боится Хоть У него Из Старта Че Сколько Умирал Но Все Женого Только Сейчас База Вышел Там Уже Аеги Второй Забрали Парня Кинул Айспас Проверил Ничего Нет Вернулся Обратно Так Шарт Отдали Шарт Есть У белки Шарт ОД Астрал Шарт Видимо ОД Отдали Пока Обойдется Без Так Ну Тут Нормально Как-нибудь Могу На самом деле Настреливаю Он Все Еще Тонкий Достаточно Две с половиной К хп То есть Можно Его пробить Пробивали Есть А Хаос Найт Вот Единственный Кто Вне Базы Остался Ну Крипскипать Будет Ну Да Вот Это Крипскип Это Самый Жесткий Крипскип Который Я видел Ладно Вернемся Там Сверху Драка Сверху Драка Антимага Тинни Врывается Тосы Просто Медуза Стонгейс Окей Медуза Сейчас Может быть Даже Сможет Что-то Сделать Антимаг Идет За ней Антимаг Ну Слушай Кстати Неплохой Айспас Тинни Погиб Тинни Погиб Антимаг Выбит Аегис ОД ПКБ Наваливает Неплохо Забирает Ну только ЦК Окей Висп С дузой Вернулись Антимаг Встал Пытаться Будет Дузу Убить Но получается Стан На 3 секунды Айспас Стан Фокус Сколько бабла Сколько бабла Господи Боже мой 900 Ладно Они 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 Это Смогли Сделать Окей Они Это Смогли Я Проинтригу В этой Третьей Они Стояли На базе Они Стояли На базе Они Стояли На базе И они Стояли Ты посмотри Только За один Лишь Байбэк ЦК Они Убили Антимаг Выбили Из него Аегис Убили Тинни Убили И теперь Они пойдут Фармить Они Пойдут Фармить Наконец-то На треугольник Спустя На 5 минутов Камбэк Вот именно Что Каюч Огромнейший Камбэк Да Это Правда Сейчас Еще За счет Фарма Наверное Пару Тысяч Золота Отыграют Все Еще Будет За десятку Конечно Перевес В пользу Немиги Но Немига Как бы Даже Т3 Не Забрались Смотреть Эту Драку Завязать Размена Кстати Рискует Еще Это Два Снизу Потерять Потому Что Здесь Медуза Подвес Пом Уже Бесклещ Плетка Просто Иди Нормально Вперед Пей Так И пошел Релокейтик Ой Сейчас Как бы Им тут Не Объяснили Да УД Врывается Белка Заряжает Утимейт Вроде Не попадает Ни По Кому Есть Очередной Заморозили Да И Все Снизу Тем временем Тени Вышел Впитал Кстати Он тут Может И доиграться Да Да Он умрет Сейчас А там Еще И Какая-то Неравная Битва Джеки Росса И Пвп Кто Кого А Белка Бежит Уже Нечестно Уже Нечестно Ну Это Джеки Росс Конечно Да Это Тут Учитывая Что При этом Забрали Тени Забрали 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 Тени Окей Джекира Погиб Не так Страшно Тут Вижен Ходил Ставил И так Далее Но Еще 3000 Отыграли Так Ну Да БКБ Готовы Медуз Медуза Прозор Да И к разговору Про то Что Медуза Все Перестреляет Антимага Возвращаемся Как Это Медуза Продолжает Расти По Нетворсу У нее Димаг У нее БКБ У нее БКБ Это Сильвер Будет Как ты Говорил Ну Да Ланторн Еще Появился Последнее Время Очень Редко Покупают Какие-то Вот Дейдалусы В основном Сильвер Покупают Тем более Что Действительно Здесь Тачканул Пантимагу И его Какой-нибудь Там Я не знаю Джакира Просто Сбрил Магией Вот И все Интересно Ну Тут На самом деле Есть Еще Макропира С чистым Уроном Потенциальным Джакира То есть Как бы В супер Лейте Вообще Есть Чем Сражаться Да Блатторн Это Такой Артефакт Очень Странный Но Это Но Д Наверное Кидать Потому Что Там же Тема Ну И вообще Если ДК Бьет А Кстати Гля Он же Бьет По Площади То есть По идее Он Может Всех Воуе Дебафать Очень Сильно То есть УД будет На 35 Тинни На 35 Белка На 35 Процентов Меньше Наносить Магическую Руну Это Довольно Сильно Суммарно Так Дуза Взяла Две Секунды Длительности Стоун Гейс И Возьмет Потом Еще Ой Нападение Нападение На Дузу Да Но БКБ Есть Тинни Врывается Ну Что-то такое Нападение Медуз Живет В итоге Тинни Сейчас Может Погибнуть А Спас Ни по кому Правда Не попадает Все Испугались Друг друга Как-то Да Ну Испугались Потому что Куча всего Все потратили В принципе Для Немеги Это нормально Они выбили У соперника Много всего Ну и для Это Назардим Идти дальше Как бы Дайвить Не очень Хотелось А ну Сейчас Вот Потратили Так Неприятненько Ну Не ожидали Не ожидали Что он Треугольники Стоят Опять Вард Хороший Стоит У команд Немеги Которые Отчетно От снятия Не видели Прекрасно Все Заходы Немега Продолжают Давить Прессинговать В плане Макро Опять Отыгрывать Преимущество Там 3000 Еще Награли Нарастили Антимаг Себе Собрал Блокингбар Также Непонятно Что будет Дальше Себе Приобретать Кстати Взял Себе Также Майнбрекер Тоже Дополнительная Скорость Атаки Магический Урон От атаки Еще Про социальность Не забываем Да Раньше Ману Вожекал Вместо Этого Было Прикольно Так Тут Смог Амидасики Конечно Окупились Трижды Да С лихвой Я бы сказал Уже Окупились Пелочка Белочка Сейчас встретит Смог Атаку О ЦК Не успел Да Ой Ой Че он вообще прыгал Когда там ДК Есть Который У себя Иллюзия Ну это Иллюзия ОД И Сейчас А Он в нее Кинул Стан Походу Сделал Иллюзию Свою же Или шарт Не увесили Нет Да 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 У ДК Есть шарт О ЦК Есть шарт Так Тем временем У антимага Есть Нет Никаких проблем Потому что Сайланс Залетел В итоге В иллюзию Нормально Но антимага Уже стремновато Потому что Вот так вот Он залетит Так Пошел Релокейт В этот момент Могли бы Антимагой Подловить Так Пошел Релокейт Просто Толкнуть Нижнюю линию Кстати Довольно Мощно Будет Она Вытолкнута Да Две Катапульты Много Крипов Идет Т2 Наверное Не упадет Но все же Линия Будет Запушена Опять же От обороны Пока Я-то назад Думаешь Упадет Смотри Сейчас Пачка Крипов Если быстро Расправиться Тут 2 рейнджа Тут вот эти Две катапульты Если Каты Доедут Там еще Огромная Пачка Крипов Подходит Нет Там идет Синий Не даст Ну Вообще Да Получалось бы Что тут Они бы встречали Новую пачку Под вышками Да И не упала Но Катапульты Если бы Доехали Нанесли Много Урона Могли Много Урона Пока Самое Интересное Что Проискрыть На карте Гадать Упала Вышка Или Нет Так Смог Наконец-то Был Разбит От Етан Азертин Наверх Идут Они Наверх А в Свой Лес Могут Антимага На самом деле Антимаг ДД Твоя Какая Ситуация Так Антимаг Антимаг Видит Антимаг Прыгает Антимаг Получает 700 Голды Не Ну Он Конечно Умирает Но Можно Понять Почему Он Так Сделал Посмотри Вот Просто Какое Преимущество Уже И он Фармил Реально Всю Карту Окей Ладно Теперь Аванпост Что там Висп 17 Виспу Еще Долго Достаточно До Необходимого Ему Левела Медуза У нее Нет Скади Но у нее Скоро Может быть Сатаник И Скоро 25 Интересно Медуза Не захочет Получать 30 В этой Игре Потому что 75 Интеллект И Нафиг Не Нужны В этой Игре Хотя Хотя Хотел сказать Как посмотреть Может быть Это С ОД Не Так Плохо Да Не Вообще Плохо Да Плохо Как Не Покрути 75 Интеллект Чекают Рошан Рошан Поедется Через 30 Секунд Слушай Рошан Реально Могут Сейчас По-быстрому Забрать Могут Не Хочется Кнопку Нажимать Но Он Уже К Появлению Рошан Успеет Перетянуться 10 Вижна Нету Команды Немега Вокруг Крошпита Сами Ето Назар Тим Поставили Такой Вард Если Обратите Немного Не так Много Показывает Но Показывает Основной Подход Крошпит Да Но Ой Хаос С ривером Убивает Курьера Ой Ой А это Это Ривер Чей был Тинника Блин Кого Грейз Силовой Да Да И здесь Смог Атака Отнимите ДК В этот Момент Тоже Встреча Медуза Выходит Видит Ванскора Ванскором Погоня Ванскор Тут ДК Навстречу Выходит БКБ Все прожимают Не знаю Кто кого Бьет Ванскор Спрятался Его здесь Нет Нет Нашли Ванскор Еще Еще Могут Антимага Опять Поймать Поймали Антимага Нужен Саленс Нужен Контроль Что-то Еще Антимаг Получает Стан Стан Есть Вообще Фул Контроль Вантимага Да ладно Неужели Уйдет Нет Не уходит Он БКБ Еще Потратил Блин Там Столько ЦК Кидал Ему Этот Стан Еще Притянул Его И Боже Мой Антимага Какая Руина Это Антимага В моей Команде Саленс Да 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 Тот Самый Ох Ужас Какой Происходит Антимаг Погиб Порошан Погиб Отдает Рефрешер Сейчас Для Ето Назар Всем Кому Кстати Рефрешер Отдает Дыки Отдали Может быть Просто Поносить Посмотрим Тут У них Такие Ультимейты Которые Не знаю Только Дуза Боевой Ультимейт Который Ну да Я Про нее И думал Но Теперь Аеги Сыр И Снова 10к Перевес Всего Лишь У команды Немига И Т2 Вышка В медипад И медуза Так Тоже Сравнялась С Антимагом Все Та самая Медуза Которую Антимага Убивает А еще Виспаба Ей 25 Для полного Счастья У него пока Только 20 Будет Но там Тоже Сочные Таланты Вообще Так ДК Не слабый Уже Если Так Посмотреть Огонь У него Скоро Аганим Да У него Уже Готов Аганим Если бы Был бы Аганим Готов Если бы Не курьер В таверне Ну да Мог Принести Себя Так Слишком Много Дебафов И Антимаг Не хочет Байбекаться Но Если он Не Байбек Форма ДК Обрывается Тинни Тинни Ничего Не может Сделать Вообще Тривышка Падает И уходит Продолжает Настреливать Жесть Просто И уходит Понимаешь Что Антимаг Получается Ну да Дота Говорит нам Что Было 86% Шанс Победы Потом Перед Второй Смертью Антимага Было 78% А уже Победы И Релик Появляется Для Джекироса Кстати говоря Вообще Огонь Тема Наверное Себе Оставят Телескоп Кояш Круто Но Релик Доп Контроль Айспас Учитывая Что Это Такой Контроль Ну Если Короче Кто-то Подстанел То Айспас Это Супер Надежный Контроль Который Антимагу Нечем Скинуть Да Но Антимаг Продолжает Себе Собирать Линку В этой игре Чтоб Не получать Весь контроль Который В него Летит Забавно Если В итоге Джекир Айспас Просто Накроет Он умрет А он уже Реально Рассыпается Довольно Быстро Он уже Не Перефарм Все Медуза Вырвалась Вперед Медуза Пошла На Трыб Медуза Уже С С С С Планируется Собственно И Уже По нижней Линии Отправляется Айгис Достаточно Долго Будет Действие Могут Себе Позволить Две с половиной Минуты Разбивается Смог И идут Во вражеский лес Тут Нас Уд Бегает Трикстер Хлоп Видит Его Видит Его И Вот Он Стар И ОД Пока Как же Быстро Знаешь Вот Немига Убивал 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 Но Они Походу Димак Блинканулся Ты Что Ты Что У У Успел Среагировать Окей Там Еще Ленка У него На самом Деле Ну Я Уже Боялся Что Сейчас Ему Собьют Чем Нибудь И Все Шкиров С Маке Летит За Ним Подсвечивает Курьером Он Может Теорию Сбить ТП А в Теории Может Быть Сейчас Просто Антимагу Базу Снесут Либо Так ДК Все ДК Саганимов Огром Урон Урон Нереальный Абсолютно Будет ДК Иллюзии Да И Перетягивай Маке Маке Сейчас Летит Но Тут Бараки Упали Практически Прыгает Он Конечно На Деф Есть Бэкдор Все Просто Отступают Стянули Ам ОД Заставили Сделать Бэбэк Да Да Все Уже Как бы Преимущества Практически Нет Там 3000 Дуза 25 Висп 20 ДК 25 И Все Началось С одной Неудачной Попытки Зайти на ХГ От Антимага Собственно Где он Поверил В себя Раньше Времени И Все Полетели Вниз Немига Неужели Чажер Просто С этой Фигни Неужели Просто Ни Одной Серии Немига Немига Так Хекс Нападение На ДК ДК Дается Забрать ДК Живет За Хил Финскрип Все Было Потрачено ДК Пока Что Желает Антимаг Димак Димак Бакб Уходит Дракет Скорее Все Заберут Рефреш Прожимает Драконайт Прожимает Форму Свою Врывается Просто Водей Удей После Байбека Погибать Ни В коем Случа Нельзя Удей Пока Что Живет Слышу Она Боет Забрали Медузу Медузу Но С Аегисом И все Таки ЦК Добрал Антимаг Очень важный Килл Вот Он Показал Свою Удей На таких Лох ЭП Выжил Очень приятно Антимаг За них Кстати Выехали Наверное Сейчас уйдет Успеет Перекладить ЦК ДК Был рядом Но Не спел Естественно Зачем Антимаг Ультовал В ДК В самом начале Как это Подстанет Дополнительно Или что В чем Было Смысл Ты видел Да Он прыгнул В ДК И сразу Ультанул Наверное Реально Чтобы подстанет На 0-0 Сколько там Секунды Для того Чтобы Тиммейты Успели Выкинуть Контроль Но Его все равно Захилил Висп Супер жестко Да В этой игре Вообще Еще ничего не ясно На самом деле Потому что Ну Ошибки Как бы Случаются Там рампера Уже в планах У Киридыч Да Да Так А тут Белочка Антимаг Антимаг Ну Не Висп в госте И Висп Просто улетает И при этом Линию Они И Медуза Еще оставила пачку И да Не сможет Все по таймингу Сделали И они снова В миде И Сейчас придется Стягиваться на базу Наверное Опять Ух 7к у Медузы 21 Висп Так Уже он приближается К этой Жесте Под названием 25 Медуза с сатаником Тоже будет себе Судя по всему Линку собирать Да Ну Чтобы Антимаг Не мог ей Дать ульт Ну Видимо Да Ну Там Астралы Еще может Бить Конечно Ну пусть сбивает Пусть сбивает Уэй на самом деле Не законтролит Тоже верно То есть Время придется Потратить Нормально Да Если так подумать Медузе Вообще Эта игра Вот насколько Медуза Сильный герой Здесь есть Уже много Уже много Волкера Какого-то Не хватает Но Медузе Но Медузе Плевать Даже на Такое То есть Она Супер Супер Сильная В лейте И это Еще Опять же Вот Висп Он У него Сейчас Аскетик Кэп Он Уже 22 Он Сейчас Возьмет Книгу У него Будет Почти 23 А на 25 Он Купит Так Тинни Загулял Тинни Под Блаторном Тинни Не успевает Ничего Нажать Тинни Умирает Жесть Антимаг Антимаг Ладно Антимага Контроля Нет Заливка Да Ну нормально Тинни Что он Там Снял Залил Прочью Занвана Че-то Как-то Вторую Игру Идет Откровенно Говоря Слово Совсем Хаос Пошел Пармить Тут еще У хаоса Может быть Аганим Ты представляешь Аганим На ЦК Это же Фантазм На всех Героев Снизу Проблемки Могут Быть У стороны Потому что Медуза С виспом Уже Здесь Да И Че-то Как-то Никто Не спешит Тягиться Потому что Там Антимаг Убьет Ну давайте Посмотрим Антимаг Пытается Забрать Т-3 Ну Стрелокейт Медуза Придет ДК О ДК Саленс Получ Блюзики Да Он Антимаг Перехитрил Здесь Красиво Сыграл Дуза Сейчас Дуза Сейчас Может Нет Они с виспом В итоге Улетают Я думаю Что Он ее Оставит Слушая Сейчас Как бы Минус Три Баракет Голый Стоят Глифа Нет Нет Ну и параллель Тут я согласен Все не настолько Однозначно По итогу В этой игре После такого Камбэка Все еще шансы Есть у нее Меги Так Бездец Маг Там Да Маг Продолжает Фармить Антимаг Там Выход Также В МКБ Чтобы Бабочку Пробивать Антимаг Получает Стан Нет Не получает Получает Стан Фул контроль Слип Слип Но Астрал 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 БКБ Жмет Стоунгейс Уходит Тинни Врывается Тинни Под фулфокусом Сейчас будет Даже БКБ Ничего не спасет Скорее всего Тинни БКБ Правда Ладно Тут на лосуд Врывается Под БКБ Выбили он Диск Из него Сейчас все Закончится Просто все Закончится Антимаг В драку Уже не хочет Входить Но правда Никто не погиб Каким-то чудом Ни стой С другой стороны Что произошло Ты понимаешь Антимагу Кидали Типа Просто в нему Все в линку В этот В контрспел В линку В контрспел В линку В контрспел И все равно Его смогли застанеть Даже в этой ситуации Кстати Аганим на ЦК Помимо всего прочего Это еще и довольно Жесткий подсейв То есть Вот какого-то героя Начинают бить Он жмет на фантазм И фокус слетает Потому что Ну Вот это вот происходит Гига Да-да-да А Собственно Рошам появится Следующий Буквально через 2 секунд И за него Надо бы подраться Ой, господи Какая же напряженная Третья карта У нас получается Так В смоках Тут у нас Выходят Ребята из Немиги Занимают лес Там сверху пока что Азарник Киритыч С иллюзиями Оп Это Аганим, да Был Слушай, иллюзица Ломает бараки Очень бодро Посмотри, что происходит Посмотри, что происходит С бараками Да, посмотри, что происходит С антимагом Атимаг И ЦК не может Победить Иллюзии Ну, иллюзии Одолели барак Окей Тебя красава Ой, жесть какая Возможно, он доконтролился Там, я не знаю Он, да Он, да Он Аганим На эти иллюзии Отправлял на ЦК Потом нажимал там Контерспел Типа Фишки Демки Мувики Так, а Вис Тем временем Дуза Отвез вниз Но Рошан Под шумок У нас был забран А Аганим Себе забирает Белочка Но тут уже Даже фиг знает Этот Рошан Насколько Может отдать Аганим Аганим ОД отдали Окей, просто Белка Уже практически свой собрала То есть А вот это Вот Аганим И для суппортов Рефрешер шард Это ценная тема Сыр Такая вот Сомнительная Плюс ко всему Сомнительная тема С Аегисом Тоже Ну, как бы Не то, чтобы сомнительная Но Не факт, что он вообще Зарешает Так БКБшка Появляется У Тиня Пятидесятая минута 12 тысяч У Медузы Просто на кармане Она не тратит деньги Ну, кстати, зря Муншард Аганим Шард Аганим Плюс Аганим Шард И ее бы Задолбали Синева Спаси Стоит Спрятали Его В Астрал Бараки Начинает падать Параке Прожимает форму Бараки Падут Да Тимак Байбек Не хочет Делать Фантазм Просто Столько Иллюзий Ой, жесть Ой, жесть Ой, жесть Так, Байбеки Надо включить Ну, у всех Есть Кроме ЦК У него Будет Через 50 секунд Будет Через 50 секунд Без всяких Потому что золото Накапает Так, Медузе Нужно что-то Докупить себе 13 тысяч Это не дело Не знаю Муншард Виспу Там Кстати, книга Книгу бы Виспу взять Сожрать Для того, чтобы ЦК Тоже книгу Нужна Потому что Висп Уже почти 25 И может быть Он и так дофармит Ну, реально Если он возьмет себе Хотя даже не знаю Что он возьмет здесь Для левый талант Надо брать с Медузой Конечно Просто даже не думать И прикинь Они что могут сделать Он возьмет левый талант Купит Дизоль И они просто Релокейтнутся И сломают трон Под Багдар защитой Я бы посмотрел Он такой Это было бы Феерическое окончание Третья карта Или они Релокейтнутся Сломать трон И им дадут И на этом Игра закончится В любом случае Тот и тот вариант Нас устраивает Потому что это будет Вишенка на торте Идеальная Точка Жирнющая Вершение этого Противостояния 10 тысяч Золота Это Аганим Плюс шард съеденный Вот Антимаг Убивает Джессла Начинает бить Виспа Ой-ой Ай-яй-яй Стан 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 И в итоге Там еще и 37-го Забирают Виспа летает Бэйн Бэйн сейчас будет Хватать Медузу Но Стонгейс Стонгейс Бэйн не может Схватить Не может Замерзает в итоге Джакира Байбэк Антимаг ждет Сильверейдж Спасает Антимаг тут В соло Реально Вот эти два фрага Плюс байбэк Джакироса Это что У него МКБ нет Сейчас соберет МКБ Но Но Ничего не меняет Того Что сверху Вот у нас Линии равные стали Да Рейндж барак На рейндж барак А на миде Теперь линия Всегда будет пушиться Это небольшое Облегчение Для Дайер 8 минут 7 с половиной минут Вован И Шмотки И шмотки Т5 Да Где 25 Висп Он взял Этот талант И делает Сатаник Ё-моё Сейчас начнется Сейчас начнется Что Медуза Почему она не взяла Аганим плюс шард Она же сможет Антимагу Давать змейку И он будет Каменеть Да Правда Я вообще не понимаю Куда он Зачем ему столько денег Ну то есть Как бы Это же не так сложно Купить себе Грейджный аганим 12 тысяч Да Зачем Байбэк стоит Ну типа У него после байбэка Остается 12 тысяч 12 тысяч избытка Да Ну то есть Это странное решение Да Может он забыл Релокейт Куда вниз Ну это не так Антимаг тут не даст Тоже ничего Ну это странно Да Ну хотя бы шард Элементарно Просто шард Это же можно на базе Купить Это же стоит дешево Ладно Подождем Ну очень напряженная Конечно третья карта Люди просто уже Перестали Людей прибавилось Что ты понимал Вроде время уже Пол первого ночи Но людей реально прибавилось Я думаю что всем интересно Чем закончится Просто какой-то рядовой матч Д2СЛ Который даже ничего не решает Но Всем интересно Чем он кончится Друзья не забывайте Что у нас под стримом Есть баннер наших друзей Винлайн Заходите Получайте 2000 рублей Ставьте на дуту Кэф наверное уже нет Или есть Уже давно нет Я тебе скажу Последний минут 20 их нет уже Так что Не рассчитывайте Понятно Понятно Но ничего Они еще на другие матчи появятся Обязательно Этот просто Досматриваем И кайфуем 30 антимаг Да Тут конечно И 20 сопротивления Но все это Отключается брейком И все 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 Плюс 0.6 К сжигаемой Максмане От Мана Берн Жесть конечно Я все еще В загадках Не в загадках А в думах И раздумьях Почему Медуза Не тратит деньги Да Это вообще непонятно У нее при этом Такие Ну типа вот реально Аганим шарт Она даже уже Аганим шарт Посмотрите Съеденный аганим Съеденный аганим 5800 5800 Плюс 1400 Это 6800 7200 7200 И муншарт 4 Сколько там 4400 4 просто И муншарт 4 7200 У него реально Хватает на то Чтобы съесть Муншарт И взять Аганим С Шардом Причем Опять же То что змейка Как бы будет В любом случае Если змейку Антимаг отражает То не важно Есть ли у Медузы Аганим Это важно Есть ли у Антимага Аганим Потому что Дота считает Что как будто бы Это он выпускает Эту змейку Антимага есть Аганим Да У него есть Аганим Поэтому Медузе Уже реально Нечего бояться Ей нужно взять Аганим И вот Ему Кажется Ему поставили Паузу И сказали Чел Давай ты возьмешь Калькулятор И просто Посчитаешь Ну посмотри Он поставил Эти три Айтема в закуп Ну это же Блин Это логично Это очевидная Вещь Но что ты тут Поменять ничего По факту не можешь Из таких артефактов Все чем ты можешь Усилиться Это то что тебя Не занимает слот И все По факту Сейчас И тебе вообще Это хватает Можно еще Можно еще иногда Там что-то пересобрать Подумать Там купить Какой-то рефрешер Купить какой-то Перекладываемый артефакт Здесь Но Но Даже если ты Не можешь решиться На это Но у тебя есть Лишние деньги Ты всегда можешь Купить вот эти Три слота Которые тебя Просто усилят И все И больше Не сделать ничего Покупать варды Гемы для своей команды Вот реально Медуза сейчас все это купит Еще пофармит минуту Может купить гем Для своей команды Все варды скупить Книгу И все это передать Тиммейтам Потому что Поехали Поехали Все Самое интересное Он пошел Он пошел Он сейчас Так вот Его курьер полетел Во-первых Он шарт ему отдает Нет Стой Курьер там Антимаг Караулит Аккуратно Нужно аккуратно Обязательно вести Потому что это будет Супер жирный курьер Фантазм пошел От ЦК Много иллюзий По карте Нужно аккуратно Проводить курьера За курьером следим По навигатору Ну тут будет Два Гиперстоуна И Поинт бустер Там иллюзия Просто нормально Чел Давай Давай Ну пошел Дарклорд Я тебя умоляю Не этот Не испытывай Вот он Он пошел Пошел Да Ускор Взял Оп Купил Все Все Теперь только Долететь до базы Взять Не перехватит О Все Все купил Осталось еще 1800 Можно реально Докупить все варды Все Докупил Если это он сделал Это вообще замечательно Аганим взял Собрал Полетел Так Отдал Муншард Есть надо Только еще Так 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 Хорошо Сейчас Скушает Муншард Не торопиться Все Съел Муншард Замечательно Тилер переложил Все нормально Все я спокоен Все теперь Да Теперь уже Теперь только Остается 30 И дальше уже все Виспусатаник Байбеки есть У всех практически Пятерок нет У Бэйна может появиться Так Рошана еще не будет Очень долго Интересно А в доте Можно сделать так Чтобы заблочить Себе получение Икспы Думаю что нет Жаль Вове просто можно Такое делал Тимак Развери на контрспел Ну вот Кулдаун Слишком маленький Он там может Сейчас свои Агонимные Эти штуки кидать Иллюзии Вот да 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 Вот он Джекироса Типа душит Но Джекироса Гост И Джекирос Просто от него Уходит Так Антимаг Пытается Баракет Пытается добить Нет Не даю Здесь Сделать Так Змейка Нет Это не змейка Это Че же знает что А вот Что-то вкинули В медузу Окаменение Прошло Вот Купила шар И все Иван скоро Не может кидать Нормально с пылы Уже Пожалуйста И мид пропушился Антимаг Вынужден возвращаться Так Ладно Четыре минуты Четыре минуты Да Нет Сейчас только Это Четыре минуты Четыре минуты Ждем Появление Артефакта На самом деле По хорошему Мы ждем Появления Следующего Рошана Вряд ли Вот так Ну Если только Грубейшие Ошибки Какой-то Не будет Прямо сейчас От каких Ну От кого-то Из игроков То игра Скорее всего Еще долго На какой минуте Дота заканчивается Вообще Я не знаю Я знаю Что Витя Гулкан В свое время Там часов пять Не-не-не Я имею ввиду Последний цикл Усиления крипов Последний Ну В момент Когда крипы Становятся максимально Сильными Вот это Добавили То что Плюс Когда уже Все купили Все Максимально Ну Уже точно Выходит максимальное Количество Крипов Из пачки То есть Шесть милишников Два рейнджа И две катапульты Больше уже не будет Теперь только За каждые Семь с половиной минут За них увеличивается Награда И они становятся Сильнее Белочка Да Ну хотя бы белку Ну знаешь У нас давненько Уже не было фрагов Хоть что-то мы видим Хотя и белку На самом деле С большим трудом Забрали здесь Несмотря на то Что это всего лишь Саппортик Нижняя линия Сильно запушена Нужно Ну тут ДК Справляется Мощный Ему бы тоже Съесть Аганим Взять что-то еще Но у него не так Много денег Да У него есть Аганим Но у него не так Много денег Ну он может съесть Особо болит Слов Вид антимага Фантазма ЦК Ой-ой-ой Кого-то тут Бэйн Талант скор был Так Медуза 28 Уже Появляется у нее Еще один талант Виспад 26 Я вот к чему Вове просто К чему разговор Завел Вове можно просто Сделать функцию Чтобы нельзя было Икспу получать Чтобы не качнуться Выше определенного Левела Может быть Медуза Не очень хочет 30 получать И 75 к интеллекту Ну да Это конечно Не никс Но на полу Увеличится Да Это И по-моему Талант тоже Автоматически Вкачивается На 30 Да После 25 Уже автоматически Все прокачивается Ты не имеешь Ну Вне зависимости От твоего желания Вообще На самом деле Это интересный момент Что возможно Имеет смысл Дать возможность Не прокачивать Не прокачивать Потому что ей нафиг Не нужны эти 75 анты Вообще дурацкий талант Кто его придумал Это просто жесть Я хейтер медуза какой Никогда не берут А единственный раз Когда я увижу Что она до него доживет Судя по всему Это будет руина Но В общем У нас Может не быть Опять терпеть шмоток Из-за того Что перед ними Рошан С другой стороны Из-за этого Рошану Уже не факт Что будет кто-то драться Да нет Надо драться Фулл пауэрап Кстати кому-то Аганим-то еще Ну Вис без Аганима Как минимум Ну смотри Вот кому Сильно Аганим Виспу Ну так Неплохо Неплохо Джакира очень сильно ДК есть ЦК есть Да Бэн не отказался бы Я думаю Бэн не отказался бы Но У него Из-за стунгейза Все равно Типа Аганим Не Аганим Он Свой фенцгрип Ну ему тяжело будет дать Но все равно это хуже не будет Да У всех остальных А и Тинни Треволи Но у Тинни на самом деле Немножко не тот билд Немножко не те шмотки Тинни еще шард может забрать Как вариант А у шаржа еще Не шарда не будет Не будет уже да Все Да шарда не будет Похреп хорошо Простите да Все Но Тинни бы Купить шард Да Тоже кстати Вопрос хороший 5000 как бы 2к избытка Можно и потратиться на шард Шард как бы Слышал приятная штука Без шарда Играет столько времени Ну возможно не керри Позволительно Все равно полено лишнее Которое не пропадает Стоишь бьешь там крипов Чего угодно Бьешь нормально Ладно 40 секунд До появления Рошана Там уже занимает Потихоньку позиционку У нас Ета Назардим Минута До появления Т5 шмоток Вот знаешь Я бы так сказал Что Ну тут просто тяжело Представить ситуацию Где Антимаг не сможет Выбить Т5 шмотки Дайер вроде тоже так Но Я бы так сказал Что Т5 шмотки Возможно будет Даже поинтереснее Чем вот эти повороты Потому что Коров ты уже никак Не заплываешь С Рошана Этот Аегис Чтобы взять Его нужно будет Что-то выложить Да И это Не так круто Вот Антимаг Там уже например С этим БФом Как бы он Крипов убивает Выход в самоках Выход в самоках Можно быть очень хороший Синий в позиции Готов ворваться Антимаг чекает Рошпит Рошпите никого нет Тут под вардами Конечно Ты что заметь Спрятал Спрятал с медузы Так хорошо В хорошей позиции Стоит Джакира пошел На разведку Антимаг Забирается ванпост Это типа байт Ну что сзади Айс пласт Влетает в тоном Антимаг Но не успевает Зафоксить Есть подсейф Рывается тени Окей Джакира все еще живет Боковушки прижимаются Пытаются забить Хотя бы оде Очень больно Ванскор Ванскор погибает Пошел стунге Из погоня За Никифулом Никифулу ультует Форставчики Уезжает Пытается Но нет Никуда Он не денется Должен погибать Мановой Залетает Ну такой себе Вот так и забрали Джеки Я сделал Жесть Какая-то происходит Антимаг Грызается в ДК Пассивка Отключают И висп Живет Медуза Мало хп Съедает Медузу Медуза Медуза погибает Байбек имеется Медуза просто закончилась Есть байбеки До конца Ето назарсим Готовы драться За ним погоня И висп Скорее всего Сейчас погибнет Висп погибает Тоже придется Байбек Скорее всего Делать Там ДД Лежит перед Рошаном Если что Рошан просто лопнет Сейчас для команды Немига Да Ну и теперь уже Не вариант Виспу надо байбекаться И лететь просто На релокейте Да Там полетел Синий в итоге Убивает крипов Шмотки доступны Антимаг ДД забрал И кажется Это все видели Неужели Висп байбекается Есть байбек Нужно врываться Но они не успевают Такое ощущение Рошан еще буквально Пару ударов Рошан упал Аегис забирает УД себе УД все таки После байбека Не забываем Антимаг забрал Себе рефрешер Так на всякий случай Кто забрал Аганим Аганим Иван Скор Окей Рапира готова На рапира есть Аегиса нет Так что для антимага Смерть возможно Будет не очень Хорошей новостью В любом случае Вот виспу Сейчас надо было Раньше байбекаться И реально лететь с дузой Надо выбивать Тир-5 шмотки На самом деле Не знаю что они думают Вот эти вот ребятишки Из Дайра Они по-моему вообще Забыли что 60-я минута И вместо того Чтобы хотя бы Тир-5 шмотки выбить Они что-то просто Опять начинают тусоваться И сейчас они Из-за этого проиграют Потому что антимага Уже экс-машина Плюс 20 брони Плюс перезаряд Каких-то шмоток Которых у него В принципе особо нет Но Так там Книга Гуков Дэд Да Так а у этих А нет Фоллэн Скай Хотя бы выбили Ну и Фоллэн Скай Это конечно Шляпа и счета Ну Да По-хорошему Здесь Ну как ДК Может себе Забрал как раз Киноврыв какой-то Норм Висп Ноль Ноль шмоток Букв Дэд Для Так же Немига Немига вообще Две книги выбило И Шадоус И Дэд Это Шадоус Шадоус первые были Да Увидел книгу Да тут уже Букв Шадоус Всяко бывает Букв Шадоус Очень спорная тема Я так вот Не понял для себя Как в какой ситуации Вязать Ну как дизейбл Типа какой-то дизейбл Когда человек просто Типа вот как циклон панда Просто хочешь Как Астралу Дэ Прям вообще Идентично практически работает Так Ну здесь Только один Одна шмотка И И да И это конечно Тимак Запрыгивает За бараком Под БКБ Просто райт кликом Рефрешер Минус гриф Неплохо Кстати Неплохо Не дали ему А Димак опять здесь Опять вот БКБ Опять минус барак Этот антимак Это собственно Это собственно Был даже не рефрешер Это АЭКС машина АЭКС машина была точно Прошу прощения Ребята Ну просто анимация такая Анимация да Но это на самом деле Очень важно Что он Кольцо гиганта Ти не хотел увидеть Под кольцом гиганта Отдали ОД Он тоже какой-то Слишком гигант Будь аккуратнее Со своими желаниями Как говорится Ух Господи Какой ОД огромный Посмотрите Жесть Пошел Это конечно серьезная ошибка С этими шмотками Висп купил дезолятор Вот сейчас Ну у Радиент Есть фортификейшн Стоит понимать это Что пока у Радиент Есть Если сейчас Радиент Где-то потратит Фортификейшн Знаешь там в атаке Такие А там типа Что пачка не умерла Им очень больно Прилетит после этого Что там Винпропабилити Дота уже вообще Не понимает что происходит То в одну То в другую сторону Чисто интересно 31 тысяча преимущества Но понятно что На деле Все может быть Совсем иначе Не крачи Которых сейчас можно формануть Так Слушай макабешки прожатые Это кто? Это антимаг Это антимаг Получает контроль Но ну как Не контроль Его притягивать Но толку нет Он живет Да И экс машина У него еще макабешки Экс машина отрабатывает Что релокейт будет на базу К ребяткам? Можно попробовать Смоук разбили Вот они сейчас могут Под шумок реально Прямо сейчас Да Можно попробовать И в этот момент Навязать какую-то там Видят сейчас Настоящего антимага Так врыв Поставился Лететь на фонтан Лететь на фонтан Забить болт ЦК Точнее Точнее Теречу больно Теречу очень больно Рафиража прожимает БКБ Успевают уйти Из-под фокуса Заберут наверное Джакера Джакера погибает Байбека нет Байбек сделал ЦК Выбили аегис Пошел Пошел фантазм Дерутся все еще Стени Тинни больно Тинни умер Тинни умер Есть байбек У Джакера нет Байбека И в итоге ДК пошел на перехват Не успевает Ой-ой-ой Так Апекс Ё-моё Апекс для дузы Выпал И они Не хотели шмотки Выбивать Не то что не хотели Ладно Ну Апекс для дузы Это сколько 75 статов 75 ловкости Скоро ей еще Дают 75 интеллекта 75 силы Не дадут Но это уже Другая история Можно попросить Ооо Шляпа пиратская Еще Шляпа пиратская Для Вообще Для кого угодно Не знаю Кому угодно Можно отдать Деке там Не ну ДК Фуланска Не он пиратскую шляпу возьмет Он пиратскую шляпу возьмет Слишком много урона дает Так Ванскор снизу На Ванскор Летит уже Огромный ОД Врывается Поймали Виспа Бросаем Виспа Бежим Просто бросаем Бежим По 20 секунд без него Это плохо очень На самом деле И не будет Байбека Да Тинни появится Через 40 И так же пролетит Ну вот Какую ошибку они сделали Реально Висп бы релокейтнулся Они бы забили на эту драку Они бы ее там проиграли У них бы остались байбеки Но Вынуждены были Немига В таком случае Нажать телепорты Часть телепортов Бы могли позбивать И Медуза С Виспом Могли либо стянуть соперника Либо просто выиграть игру Но они этого делать не стали Я периодически Загажал А тут драку У нас заходит Антимакс Снова под БКБ Забирает бараки Апекс на ДК Пиратская шляпа На Медузе Ух какой урон Вообще было близко Да Я периодически захожу Просто в чатик С каждой там минуты По 100 по 200 Человек прибавляется С каждым разом Потому что всем интересно Чем закончится Это противостояние Невероятно Да Медуза Кстати круто Они распределили шмотки Потому что ДК реально 75 силы дают больше Чем Ну Они дают ему много Fallen Sky для Хаоса Тоже хорошая тема Медузе Пиратская шляпа Тоже круто заходит Она даже дает ей Наверное больше ДПС Чем Апекс И плюс Она постоянно копает Еще Рунки Ну и Собственно Для Веспа Пока шмотки Не нашлось Терпеть Да Потому что Так и не выбили Только 3 шмотки выбили Блин Как же они Как же им тяжело С этим шматьем Им сейчас будет Пинчить базу Да тут такая ситуация Что да Тут на секунду Отвлекся Где-то загулял И тебе моментально Все сломают Тот же Антимак Он постоянно Интернет Проблем Дропнул секунду Сейчас ночь Там типа Ну хотя нет 14 число Вряд ли У кого-то Минсона Боевая ничья Забыл оплатить Хек Ну это шутка Я думаю Ну если забыл оплатить Вряд ли 14 Хотя Кто знает у кого Я тут недавно У меня прям строго По дням Ну то есть Не в какой-то Определенный день Типа у меня Как проплачено До какого-то дня Конкретного Я тут недавно Понял Что я забыл Овлатить Иннет Залез У меня там Оказался Жесткий минус Я вообще не понял Как у меня он работал Все это время Я тоже в шоке Я позвонил в саппорт Говорю Ребята А что Можно мне уведомления Какие-то присылать Типа Эй Чел У тебя там Деньги кончились Оплати интернет Я захожу У меня там Минус почти 5к На балансе Ничего Я в год уже Сижу И потом ты уже На сайте Судебных приставов Типа Да Как Был неприятный опыт За то Что ты мне не проплатил Иннет Да Ну как бы Ну ребят Вы мне скажите Что я могу Не знать Но просто Обычно тебе приходят Уведомления Ты как бы Ну надо платить Помнимаешь А так ты И забыл И все Да Такое Особенно это неприятно Когда во время Там стрима Каста Не знаю Что-то важное Делаешь И интернета Просто нет А там же Проходит время Какое-то Не знаю С полчаса Ну в лучшем случае Там минут 15 Пока там Деньги придут Пока это все Разблокируется Интернет появится Процесс же Не быстрый Ну как я жалею Что он реально Не полетел В тот момент Сейчас там как раз Идет драка Вот это Которая Вот возьми Просто висп С дизолем прилети Им бы пришлось Жать глиф Но глиф Это только 7 секунд Кто-то бы начал Делать тп Кому-то сбили Реально В таких ситуациях Ну почти всегда Лучше лететь Потому что соперник Потеряется гораздо сильнее А самое главное Что если соперник Быстро не сможет Отреагировать То Медуза с виспом Просто вернутся И Ты их ни там Не поймаешь И Не тут героев Не наубиваешь Ну и В конечном счете Если они просто Забьют болт Все Или просмотрят Этот момент Они реально могут Просмотреть Вполне себе В полусражение То Барак Ну этот Тер-4 И Трон Упадут где-то Секунд за 5 Наверное Все эти 5 секунд И катка выиграна Но Ох Вообще да Вообще да Жесть конечно Так Заходят Заходят Все окей Зашел ЦК Все хорошо ЦК в игре Какие шмотки Из терпять Им еще Были бы Не лишними Ребяткам Из Ой там Арканист Армор У кого-то У кого Арканист Армор Кто взял себе Тиня Тиня Буква У Тиня У Тиня Книга смерти Бэйн Взял Сильная вещь Ну вот в общем Какой-нибудь А ну господи Стиджан Дезолятор Для Веспа И все Да все Поехали Все Подходит к базе Уже нет Веспа 40 секунд Нужно Тянуть время Врывается Врывается Здесь Кто антимаг Врывается ДК пытается забрать ДК очень больно ДК ДК сейчас умрет Поймали Медузу погибает Без байбака Медуза умерла Ай-яй-яй Ванскор схватил Завусцы Красава Ванскор Медуза не успела Нажать Стонгейс Выкупается Здесь слишком много ресурсов Джекерос погибает И гг Ну вот Они должны были Лететь тогда Они упустили свой шанс Был идеальный момент Ну хотя бы попытаться Не факт что сработало бы Но хоть что-то А вообще еще Помимо этого Я бы выделил Две ошибки То есть соперник Во-первых Когда соперник бил Рошана Нужно было понимать Что на Рошана Вы уже не успели Срочно бежать Выбивать шмотки И Ну вот Представим Сейчас бы был Какой-нибудь На этом ДК Мирор Шилт Или что-то Короче говоря Это могло Очень сильно Зарешать Но побеждает Сильнейший И конечно В таких играх Очень тяжело Сохранять голову Тем более Когда она Реально В плавленном режиме Очень долгое время Происходило Видно было Что штормило Ребят с командой И это Те же моменты С медузой Которая не закупалась Просто Вот они В какой-то момент Потерялись На базе Стояли Ничего не делали По карте В начале И так далее То есть Ну Видно Что Тяжело им было На третий Ну что ж Тем интереснее У нас получилось Противостояние По итогу Сколько мы 70 с лишним минут Посмотреть 71-72 Да Вот такой вот Супер Супер Мега День У нас получился 70 минут Катка практически Там с паузами И того больше А серия Так вообще За 4 часа Спасибо вам Что смотрели Были с нами До конца Здесь Завтра Дота 2 Чемпионс Лига Невероятно Но она продолжится В 15.00 Снова Ждем Всех Здесь Мы с вами С Александром На этом Прощаемся Всем до завтра Всем пока